Заканчивая своим наставлением по поводу Пуруша Сукты, Господь Брахма решает дать народе общее указание по поводу того, как на самом деле определить, кто является инкарацией, воплощением Верховного Господа им самим, или воплощением в его шахте энергии и другими проявлениями его великолепия. Мы решили просто прочесть совершенно удивительный, проливающий свет на все детали этого объяснения, комментарии Шилы Пропады к 43, 44, 45 стихам вместе. Давайте же внимательно послушаем это удивительное, четкое объяснение и постараемся разобраться с теми, кто окружает нас, кто на каком уровне поклонения Господу и великолепии Абсолюта находится. И таким образом очень разумно уважать всех и общаться с каждым на их уровне. Итак, все, кто перечислены выше, а именно Брамаджи, первое живое существо во Вселенной, Господа Шиву, Господа Вишну, Народу и других могущественных полубогов, людей, сверхлюдей и мудрецов, и низших существ, обладающих сверхъестественной силой и богатством, в том числе и мертвецов, нечистую силу, злых духов, чародеев, обитателей морей, птиц и зверей, можно принять за Верховного Господа, но на самом деле никто из них не является Господом. Все они наделены лишь ничтожной частью его безграничных энергий. Удивительные явления материального мира производят впечатление на недалеких людей, подобно тому, как дикарей приводят в трепет удар молний, вид большого баньянового дерева или возвышающейся посреди джунглей гора. Примитивного человека может поразить даже самое ничтожное проявление энергии Господа. Воображение человека более сведущего поражает могущество полубогов и богинь, тех, кого в творении Господа поражают чье-либо могущество, но кто при этом ничего не знает о самом Господе, называют шактами, то есть почитателями могущества и силы шакти. Воображение современных ученых также поражают загадочные механизмы явлений природы, и, следовательно, ученые тоже относятся к шактам. Развиваясь, эти примитивные люди постепенно поднимаются до уровня сольев, солнцепоклонников и гонопатиев, тех, кто лицей гонопати, поклоняются простым людям, называя их джанатах, джанарадана, даридрана, райана и так далее. Затем в поисках вечной души они достигают уровня поклонения Господу Шиве и, наконец, приходят к поклонению Господу Вишну, сверх душе, оставаясь при этом в неведении о Говинде Господе Кришне, изначальном Вишну. Есть люди, которые поклоняются своей расе, национальности, птицам, зверям, злым духом, нечистой силе, поклонения Шинедеву, покровителю, попавшей в беду, Исси Таладеве, богине Оспы. Также весьма распространено следи людей. Находится немало глупцов, которые поклоняются народным массам или беднякам. Таким образом, разные люди, группа людей, сословия и касты поклоняются тому или иному проявлению энергии Господа, ошибочно принимая какое-либо могущественное существо за Бога. Но в этом стихе Брамаджи объясняет, что ни одно из могущественных существ, которым поклонятся такие недалекие люди, не является Верховным Господом. Они всего лишь вороны в паленних перьях, заимствованных у изначального всемогущего Господа Шри Карашны. Когда Господь советует в Бхагавадгите поклоняться Ему и только Ему, нужно понимать, что, поклоняясь Господу Кришне, мы поклоняемся также всем, кто упомянут в данном стихе, поскольку Он, Господь Кришна, включат в Себя все. Когда в ведических писаниях говорится, что Господь не имеет формы, это значит, что все вышеупомянутые формы, с которыми мы так и иначе сталкиваемся в процессе познания Вселенной, представляют собой всего лишь различные проявления трансцендентных энергий Господа, но ни одна из них не является трансцендентной формой Господа. Однако, когда Господь действительно воплощается на Земле или в любом другом месте Вселенной, недалекие люди ошибочно принимают Его за обыкновенного человека и потому представляют себе трансцендентную реальность, бесформенной или безличной. На самом деле Господь не бесформен, но Его форма не принадлежит к числу тех многообразных форм, которые можно видеть в пределах материальной Вселенной. Истинного Господи нужно пытаться постичь, следуя наставлениям Брахмаджи.